Михаил Шейтельман, политтехнолог и писатель, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. 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 Ну вот мы вместе с вами посмотрели сюжет. Да, вот зачистка интернет-пространства в России была и раньше, но, как говорится, в ручном режиме. Теперь вот будет работать вот этот вот Oculus. Эта программа может обработать 200 тысяч изображений в сутки. Найти тех, кто оскорбляет власть, и тех, кто выступает против войны. Вот что это означает, как вы полагаете, что арестов и штрафов теперь будет больше, да? И вот такая тотальная слежка, она вызовет еще больший страх или все же какое-то сопротивление? Знаете, во-первых, 200 тысяч в сутки это очень мало. Но это как бы звучит такой большой цифрой, да? Я когда услышал во время сюжета... Я прочитала, это было в сюжете, да, одно фото, три секунды. Три секунды, да, но это очень мало. Дело в том, что сегодня, я вот читал когда-то статистику, что за несколько... Я не помню, за сколько времени, за неделю, что ли, человечество генерирует столько же видеоконтента, ну, то бишь в Ютьюбе, да, сколько сгенерило человечество за всю его историю, понимаете? Сейчас это все развивается с экспоненциальной скоростью. И я думаю, что количество картинок, которые в день загружаются россиянами в интернет, так как все друг другу все пересылают, да, то это исчисляется, я подозреваю, миллиардами. И 200 тысяч, это они зароются. Они к 2025 году, как, знаете, говорит поговорка, да, пока они будут идти туда, мы уже побежим обратно. Они просто не догонят нас. Вот правда, так, скорее всего, и будет. Потому что, конечно же, государственный российский искусственный интеллект, но он же будет такой же тупой, как все российское государство. У него будет очень низкий IQ, поэтому он ничего не сможет сделать. Китайцы, например, вот они, которые по-настоящему построили эту систему настоящего слежения за каждым своим гражданином, они вложили сумму в эту всю систему слежения, плюс в систему Firewall, которая отгородила китайский интернет от всего мирового интернета, они вложили больше, чем стоит вся Россия. Вот чем вся капитализация всей России, со всеми ее Газпромами, там, всем чем угодно, со всеми ее людьми, вот всем-всем-всем. Просто у России нет таких средств, чтобы создать такую систему. И еще у них нет инженеров, понимаете, потому что у них, ну, отъезд же массовый, они сами там уже пытаются всеми правдами и неправдами возвращать каких-то инженеров. Просто у них нет. Очень грустно, конечно, что хоть какие-то ресурсы, которые есть у России, тратятся на такую ерунду, потому что пока созданный в Америке чат GPT, ну, искусственный чат, чат с искусственным интеллектом, если вы не знаю, следите вы или нет, но он устроился на работу в Гугл с зарплатой 15 тысяч долларов в месяц. То есть он смог пройти собеседование на работу в Гугл в качестве IT-инженера, вот, принадлежащий Майкрософту чат GPT. Вот таким занимается искусственный интеллект в странах цивилизации, которым мы тоже хотим принадлежать и принадлежим уже. Ну вот, а в России он пытается вот отлавливать картинки с молью. Поэтому это все, честно говоря, эти потуги достаточно смешные. А ваши опасения, что в России станут больше бояться, там уже и так боятся очень сильно, и будут бояться еще больше, но не того, что за ними следит искусственный интеллект, они боятся, что донос сосед напишет, а не то, что искусственный интеллект кого-нибудь обнаружит. То есть сосед в этом плане надежнее, чем Окулос. Да, вот именно, вот это я и хотел сказать, что сосед опаснее гораздо. И, кстати, была только что статистика, что количество доносов там в десятки раз выросло за время войны. Не просто сосед. Помните, была история, как в ресторане сидела пара супружеская за столиком, просто кто-то подслушал их разговоры и позвонил в полицию, их там же и задержали. В Красноярске это было, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Перед войной они успели снять фильм, который финансировал в том числе Министерство культуры Российской Федерации. Но интересно, что вместе с Министерством культуры Эстонии это все профинансировано совместно. Фильм о генерал... Сейчас нет, как «Капитан Волконогов бежал», называется. Очень всем рекомендую. В России его запретили к показу. То есть Министерство культуры России его профинансировало в 2021 году. А когда он вышел на экраны в 2022 году, то его запретили в России, в Российской Федерации. Его можно украсть поэтому в интернете и посмотреть. Вот как раз простаинские времена, там какие-то 52-й что ли год. А нет, 38-й, 38-й год. И вот о том, как все на всех стучат абсолютно. Вот сейчас Россия катится ровно туда. Именно поэтому они и запретили этот фильм. И знаете, там нет искусственного интеллекта. Там простые эти чекисты расстреливают друг друга в затылок. И обычных граждан, и друг друга. А все эти граждане стройными рядами приходят с доносами. Евгений Пригожин признал, что создал и длительное время управлял таким агентством интернет-исследований, которое известно как «Фабрика троллей». Об этом он сообщил в ответ на запрос журналистов Держпигель. И вот власти США, мы помним, что обвиняли эту фабрику во вмешательство в выборы президента в 2016 году. Но вот тогда Пригожин все отрицал. И вот теперь признал, цитата, что «создал фабрику троллей для защиты российского информпространства от хамской агрессивной пропаганды со стороны Запада». Как вам такое признание? Не, ну он, естественно, он как это, в фильме, как это называлось-то, господи, нет, не операции, кавказской пленницы, на развальных часовни. А часовню тоже я распил, да, да. Вот это про него сегодня. Он сегодня все на себя берет. Заметьте, он уже на самолетах летает над Бахмутом лично, да, на истребителях. Ну, уже не летает, уже истребитель этот. Да, на следующий день эти же истребители сбиваются. Потом он убивает кого-то кувалдой, а потом воскрешает. Кстати, тоже, вот согласитесь, немногие занимаются тем, чтобы воскрешать мертвых зэков, да, а Пригожин и это на себя записал. Заметьте, что человек пошел в разнос реально. Вот все-таки сначала он был известен как повар. Все было хорошо, понятно. Вот человек, он повар, он делает пирожки и засовывает их в рот Путину. Все понятно. Потом сказали, вы знаете, повар еще и создал частную военную компанию. Окей, теперь он, значит, повар, и у него частная военная компания, и он делает пирожки, засовывает в рот Путину, а в это время в Африке добывает золото, ворует. Понятно, как бы. Потом выяснилось, что он, оказывается, еще и главный по зэкам в стране. И сам тоже зэк. Потом он летает на самолетах, теперь он изменяет выборы в США. Ну, знаете, это просто властелин мира, понимаете. Была такая повесть Беляева фантастическая, властелин мира. Так вот это про приказ. Если он издаст указ под названием, например, о введении военного положения закрытой границы, или же о полном переходе на военные рельсы экономики и, соответственно, закрытие границ для предпринимателей, например. Или же, что еще он там может сделать, не знаю. Ну, там, вторая волна тотальной мобилизации. Пожалуйста. Что-то в таком роде. Если он такой указ издаст, например, в понедельник, 20-го числа, то 21-го он может прийти действительно в федеральное собрание и сказать, смотрите, я вчера указ подписал, поэтому теперь победа точно уже будет у нас в кармане. И тогда понятно, чему будет посвящена его речь. Вот этому указу, которого нет пока. Это достаточно вероятное событие, но положим на него, скажем, 20% вероятности. Остальные 80% на то, что вся эта речь будет такой же пустой, как все остальное, что он делал за время войны. Ведь не пустое он делал дважды. Не пустое он сделал 24 февраля прошлого года, когда собственно объявил войну, и 21 сентября, когда объявил мобилизацию. Вот будет ли третий важный шаг или нет, вот мы узнаем в понедельник, скорее всего в понедельник, потому что он не может объявлять о таких решениях прямо в федеральном собрании, он должен заранее какую-то бумажку подписать. Ну а дальше, если нет, то есть вероятность 80% это будет банальное вот это безумие про какие-то древних русичей, которые где-то там бродили, где-то древние русские города, НАТО. Кстати, уже ему подготовил этот Ковальчук, есть такой его друг, которого он ввел в состав Совета безопасности России. Он сейчас подготовил доклад об инопланетянах, совершенно серьезно, да, о роли инопланетян в этом русском мире и так далее, потому что Ковальчук, он же директор научного главного института в Санкт-Петербурге, физико-технического института, поэтому он занимается в том числе теперь инопланетянами. Вот скорее всего будет такая бессмыслица. Нам, конечно, выгоден второй сценарий. То есть первый сценарий, если он что-то подпишет, неважно что, и дальше придет с этим, будет означать, что Путин сражается. Второй будет означать, что все скисло и нам будет проще их побеждать. А вот это вот шоу, которое устраивают в Лужниках, да, на следующий день, никуда массовку скупают по 500 рублей, что там будет, как вы полагаете? Да, вообще интересны, кстати, локации, действительно. Вот вы упомянули, что 21-го это будет в гостином дворе почему-то, вот странно, да, что в гостином дворе. Я поинтересовался, что такое гостиный двор, потому что я не знал, что такое в Москве гостиный двор. Я знал в Петербурге, там универмаг. Думаю, почему в магазине, непонятно. Но оказалось, что в Москве гостиный двор это не магазин, а выставочный зал. И он находится прямо рядом с Кремлем. И у меня возникла версия, почему там, ну почему не там, где всегда, почему не в Кремле. И тут я понял. Вы знаете, они боятся пустить федеральное собрание в Кремль. В смысле, они никого не пускают в Кремль. Путин же там запирается, да, а тут пусть и шага сколько там в этом федеральном собрании. Там же толпа людей. Путин их боится. Поэтому их соберут где-то снаружи. Плюс военные там будут, военные, да, тоже. Да, да, да. Их соберут снаружи, а не внутри, понимаете, на всякий случай. А в этот гостиный двор наверняка ведет какой-нибудь подземный ход из Кремля. Как уже вел в прошлый раз, когда Путин в каком-то ларьке, там на Красной площади, открывал виртуально с Собяниным колесо обозрения, которое находилось на ВДНХ. Вот во время, когда наши войска освобождали Харьковскую область, в этот день Путин открывал колесо обозрения на ВДНХ. Но он испугался доехать на ВДНХ. Это 8 километров от Кремля. Он испугался проехать по Москве эти 8 километров и пошел через подземный вход в какую-то там комнату на Красной площади тоже, который он за эту кнопку нажимал. Вот поэтому, я думаю, тут тоже, поэтому задействовал гостиный двор. В Лужниках тоже будет интересно нам посмотреть, нам будет интересно сравнить. Вот мне честно, интересно, смогли ли они, держится ли еще Россия. Год назад я помню прекрасно, как выглядела картина в Лужниках. То есть, что были такие рэперные точки, да? Это то, что смогли собрать молодых людей, их тоже покупали за деньги, но молодых, не вот этих безумных пенсионеров, да, этим молодым смогли повесить шарфики, флаги России и так далее. Когда они там что-то кричали, пели, привели действительно лучших всяких певцов. Тогда еще молодой Газманов был, ему было только 70, сейчас ему уже 71. И там тоже плясал, танцевал в поддержку Путина. И сам Путин, который смог в курточке за 20 тысяч евро, значит, грозно достаточно пошевелить бровками и выступить с какой-то речью. В общем, практически пританцовывая. Вот смогут ли они хотя бы повторить этот успех в этом году, будет ли это действительно достойное масштабное шоу, или они сдуются и все это будет выглядеть как вот этот прорыв блокады Ленинграда, который они праздновали, или там Волгоградская битва, где ничего не получилось. Не получилось создать величие, красоту. Но сейчас они готовятся серьезно. Вот видите, вы сами сказали, 500 рублей, это большие деньги уже по нынешним временам. В России это 7 долларов и на человека. И они собираются таким образом привлечь 200 тысяч человек, то есть это полтора миллиона долларов. Это, грубо говоря, одна десятая от ракеты Х-22 по стоимости. Знаете, они могли бы убить двух зайцев сразу, да? Столько народу молодого собрать на стадионе, и вместе с 500 рублей выдавали бы сразу повестки всем, кто поддерживает войну. Нет, это дороже. Вы не понимаете. За 500 рублей люди готовы прийти в Лужники. И там же получить повестку, раз они поддерживают войну. Нет, нет, это так пойдет. Когда в Макеевку дороже, понимаете, тут надо не 500 рублей. Так же не получится. Вы думаете, люди там бесплатно сейчас пойдут? Они идут за серьезные деньги. Поэтому нет, так халявы не будет. 500 рублей это в Лужники. В Макеевку это 500 тысяч. Российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Вы, наверное, слышали эту информацию, да? Об этом сообщается в отчете норвежской разведки. Как вы полагаете, зачем это делается? Что это за демонстрация? Насколько реальна угроза? Смотрите, угроза ядерная, она реальна в любом случае от России. Она просто настоящая. С этих кораблей, не с этих кораблей. У них есть стратегические подводные лодки. Вообще-то, наверняка, я не знаю, конечно, но я помню, что они всегда находились на неком боевом дежурстве. То есть в них были некие ядерные боеголовки, у этих стратегических ядерных подводных лодок. Они где-то там вдоль дна Мирового океана шарятся, я так подозреваю. Поэтому это норвежцам неприятно. В том смысле, что раз это тактическое ядерное оружие, то оно просто непосредственно против Норвегии как-то направлено. Я думаю, здесь риски новые для Норвегии возникли. А вот риски новые для мира, они, к сожалению, постоянные от России. И хотя, по мнению всех аналитиков, вероятность того, что Россия начнет ядерную войну, она очень сильно снизилась, но она существует. И вот норвежцы напряглись, что они могут стать первой целью. И в принципе могут, да. Назад в будущее. Президент России Путин все чаще пользуется для дальних переездов в своей резиденции бронепоездом, на который он пересел еще весной 2021 года. Это расследование от центра досье. Вот осенью 2021 года, когда российская армия начала активно готовиться к вторжению Украины, Путин пересел на бронепоезд и сейчас ездит на нем все чаще. Вот этот бронепоезд Путина можно отличить по специальным кожухам, которые закрывают радиоантенны связи на крышах вагонов, а также там не две, а три оси, по-моему, вот в этом вагоне. И в этом составе там два или три локомотива таких резервных с ним ездят. Как вы можете оценить? Это даже шесть осей, вот мне говорят. Это боязнь Путина, боязнь летать самолетом? Или это кризис авиационной вообще всей отрасли, когда даже президентский самолет нельзя нормально обслужить? Или же вот он просто настолько боится, что маскирует свой поезд под другие поезда российские? Ну, кстати, может быть, что действительно он уже опасается, как там смогут обслужить его самолет. В теории такое может быть. Но, конечно, главная версия выступила с главной версией группа Pet Shop Boys, небезызвестная британская, которая спела песню «Жить прошлым» про Путина. И эти ребята, они успели сделать клип из документальных кадров, которые происходили как раз в Волгограде на праздновании 80-летней Сталинградской битвы, где, в частности, открыли бюст Сталину. Об этом, собственно, песня о том, что открывают бюст Сталину, и Путин пытается из себя изображать Сталина. У него есть такой некий, это даже не называется косплейт в данной ситуации, это скорее карго-культ Сталина. То есть, чем отличается косплейт от карго-культа? Карго-культ – это когда мы не понимаем, в чем суть, но изображаем внешние признаки. И вот, например, поезд, передвигаться на поезде, а не на самолете – это один из внешних признаков того, что ты смог стать Сталином. Ведь Сталин передвигался исключительно на поездах, и, в частности, в Тегеран на конференцию 43-го года тоже ехал из Москвы на поезде, потому что он боялся летать на самолетах. Ну, боялся, видимо, из соображения безопасности, а не потому, что ему что-то страшно все-таки. Он грабитель был, поэтому вряд ли он боялся летать, он боялся, что собьют. И Путин повторяет вот таким образом из себя, делает Сталина, все нормально. Некоторые списывают, что он подражает Ким Чен Ину и, соответственно, Ким Ир Сену, который первым приехал в Россию на поезде своем. Но я думаю, что все-таки этот, товарищ Сталин, бьется в сердце Путина. Еще такой вопрос в Министерстве иностранных дел. Польши больше не работают выпускники Московского государственного института международных отношений, МГИМО. Вот их уволили в рамках процесса декоммунизации. Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Я процитирую его. МГИМО был инвестицией в функционирование российского империализма. Это была часть советской мягкой силы, заявил министр. Как вам вот такое решение польского МИДа? Ну, может быть, что это, мне кажется, и перебор тоже. В каком смысле? Я верю в то, что сегодняшние выпускники МГИМО, то есть вот выпускники МГИМО времен Путина, это, безусловно, только соучастники путинского режима и других среди них нет. Потому что, да, других не берут при Путине. Но это те, кто учился там в последние 20 лет. И если бы это распространялось на них, было бы, в общем-то, логично. Но когда сказать, что вот все, кто когда-либо учился в МГИМО, я не уверен. Например, вот вы знаете, наверное, такого человека, как Валерий Соловей, профессор. И, наверное, возможно, вы согласны, что он, в общем, мягко говоря, не на стороне путинского режима. Да, он был гостем в наших эфирах, да, конечно. Да, да, да. А он профессором МГИМО был до того, как его Путин, собственно, и уволил оттуда. Я не знаю, честно говоря, заканчивал ли он МГИМО, но вполне вероятно, что и заканчивал. Не знаю, где он учился. Но профессором именно он работал в МГИМО. И МГИМО знал разные времена. Были все-таки 90-е годы, Ельцин. И вообще и перестройка была. И в какой-то момент там брали... Ну да, там брали, понятно, что основная масса там училась по блату. Но были, я думаю, что и какие-то отдельные люди. Это какая-то такая практика порочная достаточно. Наказать человека только за то, что он учился в МГИМО. При Путине тут я бы еще мог согласиться. Но в целом это перебор. Ну, хотели еще поговорить о том, что происходит в театральной среде. Вот Лию Ахиджакову по приказу руководства уволили из театра «Современник» из-за поддержки Украины. Театр, в котором она служила 45 лет, да? Просто убрал ее со всех постановок. Вот Дмитрий Назаров, который служил в МХТ имени Чехова, более 20 лет также уволили его из-за антивоенной позиции. Народный артист Александр Филипенко, ну, он вынужденно уехал из России. Вот артисты, да, которых знают и любят миллионы. Почему никто не выходит в их поддержку? Ни зрители, ни коллеги, да? Ну, вот я видела, некоторые артисты написали вот пост в соцсетях, возмутились, ну, и на этом все. Значит, во-первых, да, хочу дополнить свою предыдущую фразу. Я успел за это время проверить, где учился Валерий Соловей. Он учился в МГУ, а не в МГИМО. Так что, видимо, все, Польша правильно делает, всех пускай увольняет. Вот, теперь переходим к театральной, действительно, жизни. Ну, нету больше в России театров. Вот когда сейчас оправдывают, что вот этот, как там, господи, вспомните, сколько уже было оправданий, да? Что вот этот, как его зовут там, Миронов, который, Евгений Миронов, что он приезжал в Мариуполь и принимал участие в российской операции по сокрытию преступления российской армии, по убийству детей. Он специально ходил, как вы помните, по театру, где в этот момент еще были похоронены заживо дети украинские, да, под бомбами. И он там рассказывал, как он там сейчас театр построит на этом месте. И вот этого же Евгения Миронова, Нобелевский лауреат, даже вот главный редактор новой газеты оправдывал, и говорит, ну, подумаешь, съездил в Мариуполь, посмотрите, какие он спектакли ставит. Потом точно так же оправдывали этого, господи, как его зовут-то, актера этого, да, тоже, который режиссер МХТ, что, дескать, посмотрите, у него же труппа, у него же репертуар, как сказал один из российских либералов, что у него же репертуар, как он может иначе. Репертуар надо спасать. Вот чего сегодня стоит весь этот репертуар, весь этот театр? Чего он сегодня стоит реально? Какой смысл в театре, если ты знаешь, что главный режиссер, или там директор, неважно, как его там зовут, художественный руководитель, уволил актера за политические взгляды? Ты после этого идешь в театр смотреть «Три сестры», дядю Ваню? Какие ценности распространяются в этот момент? Повесьте тогда уже дяде Ване вот эту букву «Ви», понимаете, сразу на лоб. Ну, пусть уже выходит, чтобы было понятно, что это за дядя Ваня тут такой на сцене. Это все лишено полностью смысла. А Большой театр? Вот сегодня скажут, а в Большой театр можно ходить? Ну, нет, конечно. В Большом театре балерины танцевали в поддержку этих военных, которые занимаются геноцидом украинского народа. Прямо собирали средства. Играли балет «Спартак» в помощь, пострадав раненым бойцам, значит, в Украине. Понимаете? Поэтому Большой театр такие же подельники абсолютно. Я не верю, что в Москве сегодня есть хоть один театр, связанный хоть как-то с государством или с мэрией, или хоть один музей, который сегодня посещать не является соучастием. Но сегодня идти в театр – это уже соучастие, понимаете? Это просто, ну, должен просто каждый про это знать и понять, что ты идешь в театр смотреть на военных преступников, на соучастников режима. Поэтому какие там актеры, кого они должны защищать? То, что они там сейчас играют, они уже все помазаны абсолютно этим всем соучастием. Все их худруки получали ордена из рук Путина, или были их доверенными лицами, или кого-то увольняли, или что еще хуже, как мы видим. Да просто посмотрите на состав, кстати, на труппу. Я посмотрел потом труппу этого театра, где главный режиссер, ну, как его, который играл в «Ночном дозоре», я не помню. Ахабинский, Ахабинский, да, Ахабинский. Вот я посмотрел потом на его труппу. Вы знаете, кто у него там? Париченков, который из пулемета стрелял с надписью «Пресса» на голове. Ну, это и лучший друг его, да. Да, он у него в театре играет. А вы посмотрите там список актеров. Они все, кто в Крыму был, кто в этом участвует. Поэтому там остались такие, там других не осталось. Ахиджакова, может, последняя на сцене была. Это вот про нее писал стихи Орлуша, поэт. Да, мы с тобой в России остались одни. Это вот Орлуша и Ахиджакова. Поэтому чего тут удивляться уже, кто там мог в кого защиту выступить? Я не представляю. Вы знаете, вот театральная жизнь России, она вообще достаточно интересна. Вот вы помните новости, я вспомнил, нашел. 10 октября 1922 года театр Герумолова и подписал соглашение со Следственным комитетом о сотрудничестве. Но не самое интересное. Самое интересное начал копать глубже и нашел. Это прошло мимо нашего информационного пространства тогда еще. 2 декабря 2016 года Следственный комитет России и Мариинский театр подписали соглашение о сотрудничестве. И вот они тогда уже хотели соединить культурное воспитание россиян с повышением гражданской ответственности. Но у них, к сожалению, это просто мы, действительно, за всеми ими не уследишь. Но как только всплывает хоть что-то, все и выясняется, что все они сотрудничали. Вот сейчас был скандал большой у них там в Москве, что уволили директора Третьяковской галереи, а вместо нее, дескать, назначили женщину только потому, что у нее папа директор генерал КГБ. Но это, которые уволили, я посмотрел ее биографию, и все-таки в защиту. Ведь она открыла нам Серова, директор, генерал КГБ. Но это, которые уволили, я посмотрел ее биографию, и все-таки в защиту. Ведь она открыла нам Серова, с новой позиции художника Серова открыла, провела блестящую выставку. Только эта нынешняя директор Третьяковской галереи была доверенным лицом Путина на выборах 2018 года, была доверенным лицом другого военного преступника Сергея Собянина, и она же была участником инициативной группы по изменениям в Конституцию, чтобы Путин мог выдвигаться на пятый-шестой срок. И вот ее сейчас должны защищать. Кого защищать-то там уже? Там некого защищать, понимаете, во всей этом искусстве. Да, Михаил, спасибо большое за этот очень интересный действительно разговор. Михаил Шрительман, политтехнолог и писатель, был в нашем эфире. Спасибо, всегда ждем вас на Фридене. Спасибо.